Он Джоран Думовладельцы, с вами Соболев, это СДК Алмаз И сегодня мы с вами на обзоре каменного дома 90 квадратных метров Который настроила наша компания для наших любимых покупателей Поехали! А пока едем, не забываем поставить лайк Как отличить деда, который молодец, от не деда У деда должна быть седая борода еще здесь Я хотел без шапки сниматься, но ведь Мне все рекомендуют в комментариях, чтобы я одевался Подкладочка, курточка, шапочка Вот Я беспокойся, высокие сапоги Просто человек подготовился к съемкам, максимально старался Утром встал, конты сделал у бороды, зубы почистил Голову помыл, но вчера правда помыл Спортзал сходил Просто не жизнь, а сказка Ветер кончится когда-нибудь, интересно или нет? Ладно, не будем ждать Начинаем? Да Начинаем Итак, что мы имеем? Первое, коттеджный поселок Журавлей Второе, земельный участок 7 суток Третье, полное благоустройство Здесь, я думаю, это видно Маша, покажи, пожалуйста, какое здесь благоустройство Ладно, ребята, ничего страшного Просто тут у нас газ проложили На самом деле все очень круто Здесь газ проложили, поэтому здесь такая срань, к сожалению Здесь у нас еще подземное электричество Здесь у нас еще септики Здесь у нас еще индивидуальные скважины Здесь у нас дизайн-код для всех домов Мы тоже это можем показать на этой улице И здесь у нас летом будет сделано полное благоустройство Включая живую изгородь, включая деревья Включая подъезды Включая абсолютно все Но, собственно, разговор не об этом Разговор о нашем доме У нас есть два проекта о 90-х Один мы называем старый А второй мы называем новый Так вот, новый был разработан буквально полгода назад Он великолепный, там мастер спальни, там суперзонирование И потребители определяют рынок И потребителю этот проект не понравился Наши покупатели говорят Верните старый И мы вернули старый И сегодня мы как раз-таки снимаем старый добрый Который по-прежнему заказывают И больше, чем новый Так прикольный Покупатель всегда определяет, как правильно будем жить А что мы здесь имеем? Мы имеем три спальни Мы имеем кухню-гостиную Мы имеем котельную И санузел Из чего построен дом Это газобетонные блоки 400 мм толщина стены Без наружного утепления Плотность блока 400 мм Забивные сваи Только забивные сваи Мы не делаем бурозабивные сваи Потому что это колхозная технология По нашему скромному мнению Мы не делаем плитные фундаменты По некоторого рода причинам Об этом в другом видео Здесь у нас сборные Железобетонные плитные перекрытия С проветриваемым подвалом Куда у нас есть доступ Здесь у нас проветриваемый, вентилируемый чердак Здесь перекрытие у нас балочное Идет прямое Это тоже максимально классная история Для нашего климата Здесь у нас простой фасад Без каких-либо излишеств В виде деревянных реек Единственное, что здесь добавили Это серые полосы И это в нашем дизайн-коде И да, естественно Здесь у нас ламинированные окна Это прерогатива нашего дизайн-кода Здесь все окна ламинированные И все окна серые И других быть не может И здесь тоже серые крыши Как и везде абсолютно То есть, если мы посмотрим на дома Они все разные Но они в одной цветовой гамме Они в одном архитектурном ансамбле И да, что еще важного Мы сделали в журавлях Мы раззонировали Двухэтажные, одноэтажные застройку Двухэтажные высокие дома Мы сгрузили в край улицы Но на этой первой улице Так уж пошло, что двухэтажник Никто и не заказал Вот это поворот В данный момент Осветуются прокладки коммуникации Этот дом готов к даче Вот речь не включена Там электрокотел Я вам это покажу И предлагаю пройти в дом Ребята, как обычно На каждом видео я про это говорю И в очередной раз повторюсь Не вижу в этом ничего страшного Дверь у нас временная Дверь у нас временная Это делается для того Чтобы не убивать постоянную Мы покупаем это После мегапартирных строек Люди их бесплатно сдают Куда-нибудь На складе мы их покупаем Либо продают на авито И монтируем И мы никогда не советуем Менять временную дверь На постоянную До того момента Как вы в дом не въедете В самый последний момент Вставляем постоянную дверь И въезжаем Иначе вот этот порог Смотрите в каком состоянии В таком же состоянии Будет порог постоянной двери Да, она жидкая Да, она ничего не спасет Но у нас, кстати Здесь есть охрана частная В поселке Что очень хорошо Но она нужна И оказываемся мы Естественно в тамбуре Тамбур у нас в старом А-90 Все-таки увеличенного размера Здесь есть достаточное Количество места Для того, чтобы поставить Шкафы, вешалки, полки Сиделки и так далее Мы здесь еще видим радиаторы Вы знаете, мы отношуем к радиаторам Я считаю, что они нужны Я считаю, что дом Отапливаемый теплым полом Не имеет запаса прочности По восстановлению Своих теплоресурсов Поэтому радиаторы есть Я не считаю правильным Ставить радиатор в тамбуре Это личное мое мнение По моему мнению Тамбур это буфер То есть здесь должно быть Похолоднее Здесь должен быть теплый пол Но есть многие заказчики Которые ставят радиаторы Например, для того Чтобы сушить детские варежки И у нас много таких кейсов было Поэтому поставили и поставили Я не всегда совсем согласен Что выбирают наши заказчики Но и это круто Потому что мы строим индивидуальные дома И мы работаем в индивидуальном сегменте И индивидуальный дом Всегда имеет особенности Выходим из тамбура Мы попадаем в коридор Кто смотрел обзор нашего шоурума С отделкой Это практически тот же самый проект Это как раз таки старый добрый А90 Да, и кстати, А90 Это великолепная штука Для того, чтобы Жить семьей в три человека У нас есть вход Вход в историю с частным домом Это 60 квадратов Это маленький дом В котором мы смогли сделать Кухню-гостиную И три спальни Если говорить по-квартирному Это евро-четырешка Но там абсолютно не хватило места На то, чтобы сделать Например, котельную Или кладовую У нас есть дом 70 квадратов В котором тот же набор помещений И мы смогли сделать кладовую И это вот Минимально комфортный набор помещений И минимально комфортная площадь 70 квадратов Это топовый проект Но он слегка тесноват А вот когда мы говорим Про 90 или про 100 квадратов На мой взгляд Это золотая середина Для семьи Из четырех человек К которым нужно еще куда-то Складывать свои вещи И все-таки В какой-то момент Развернуться В подобного рода проектах Можно и сам узел раздвоить Но это, кстати, не всегда Пользуется популярностью Я предлагаю пройти По алгоритму По которому обычно люди живут Вот мы с вами в дом зашли Мы с вами разделись в тамборе И далее предполагаем Что мы в магазине что-то купили Какие-то пакеты Кто-то магнит Кто-то ряд А ряд только в ванной Кто-то в пятерочке Кто-то может быть даже в азбуке вкуса Но подождите Если азбука вкуса Вы скорее всего В какой-нибудь Агаларов эстейд приехали Но можно и в журавли Собственно говоря Почему бы и нет И мы с этими пакетами Проходим Блин Сейчас же доставки есть Точно Вы заказали доставку К вам приехал курьер Вы его здесь приняли В дом ему заходить совершенно не обязательно Предварительно позвонили В приложении На КПП Отправили номер машины Он приходит в смс Чтобы на КПП его к вам пропустили Вот Это важно Это важно Так должно быть И здесь мы забираем покупочки И идем на кухню Покупочки Мы забираем покупочки И идем на кухоньку Кухня гостиная Она не прямоугольная Она ломаной формы Мы уменьшили кухню Для того чтобы дать котельню Просто дать ее Не сделать ее больше В данном случае Кухня небольшая Здесь получается если провести линию Порядка 8 квадратных метров Но учитывая что здесь нет проема И она объединяется с костиной Больше не нужно Что у нас здесь было задумано Во-первых Планировкой в полном объеме Здесь занимался заказчик Здесь занимался заказчик Мы когда начинали строительство этого дома Да действительно Какие-то технологические решения Придумывали планировочные Но после появления здесь покупателя Здесь слегка все переменилось Это какой-то инженер По электрику раскладывали сразу под заказчика Что у нас здесь имеется У нас здесь будет угловая кухня Возможно даже п-образная В данный момент у нас здесь висит электрокотел Электрокотел это временная мера Пока мы не подключили газ в поселке Мы всем нашим клиентам Вешаем электрокотлы И электробойлеры Но в данном доме сейчас люди не живут Здесь бойлер не нужен Здесь нужен только котел Для того чтобы поддерживать минимальную температуру В доме Для того чтобы у нас шпатлевка не отвалилась Для того чтобы у нас дом не заплесневел Не пошел грибком Когда стена штукатурена гипсом Это очень важно И вот здесь вот у нас уже есть выводы Под газовый котел и под газовую плиту Как понять что Вот как я понял да Что вот у нас здесь будет котел Висит на кухне а не в котельной Я вижу что у нас здесь два вывода Да конечно второй вывод Мог быть газовый духовой шкаф Но сейчас их никто не использует Но это такой некоторый анахронизм То есть как правило электрический монтирует Здесь у нас будет газовая варочная поверхность И второй вывод это как раз таки на котел И дальше кухня пошла Вот здесь по выводам совершенно очевидно Что у нас будет установлена мойка И о чем многие думают Да о том чтобы мойка была напротив окна Здесь это выполняется Я еще видел несколько роликов Где стоит кран такой И люди такие открывают окно И он упирается в кран Они такие Оооо вот это эргономический просчет Не вижу в этом ничего особенного Слабо себе представляю Что это окно открыли так Чтобы в него вылезать Его как правило используют для проветривания Чтобы вылезти Вот у нас веранда сзади камеры есть Очень хорошая тема Что у нас здесь еще интересного У нас здесь есть ветка теплого пола И она заведена у нас на подоконник Почему? Потому что кухня плотная И у нее плотная набивка Прямо как у коленчика после работы Ни в коем случае не курите Не начинайте А если начали Я даже не знаю что посоветовать Как броситься Сам не могу Здесь мы не нашли места под радиатор А заказчик очень переживал Что здесь будет холодновато Поэтому дополнительные контура Добавили еще сюда Да здесь совершенно небольшая теплоотдача Но она есть И она напротив окна Она там где ты стоишь Это очень важно И то о чем мы часто говорим У нас сразу же из кухни Выполнен выход на веранду Это архиважно Что мне особо греет душу Это раскладка окна То есть у нас есть некто Балконная дверь на 700 мм шириной И большой-большой световой проем То есть здесь не делали им постов Не делили его посередине Сделали большой глухарь Из которого идет много света И дверь Пару слов про веранду Давайте выйдем Это веранда Это терраса Это веранда Это терраса Блин Я каждый раз путаюсь И каждый раз говорю Что не буду путаться Но каждый раз путаюсь Тем не менее Мы вышли на улицу Вот есть вещи Которые для частного дома Абсолютно бесполезны Подвал, например Все, у кого подвал Передаю привет Ни в коем случае Не пытаюсь никого обидеть Исключительно моем Я не основанное На моем опыте жизни в доме И на опыте жизни в доме Тех людей Которые у меня дома построили Таких много Поверьте Так вот Подвал, например Бестолковая штука А вот веранда Или терраса Это крайне классная тема Здесь мы пошли в сторону Максимального облегчения Сметной стоимости дома То есть сделали Максимально легкую Максимально дешевую Каким образом? Она деревянная На деревянном основании Простая доска Естественной влажности По ней Прошлись с рубанком И ее закрутили на гвозди Все Это все, что с ней было сделано Да, вы мне скажете Что она когда-то сгниет Да, она когда-то сгниет Когда она сгниет И надо будет поменять Но тем не менее Здесь, обратите внимание Есть у нас щели Это как в бане То есть у нас Сейчас здесь тает снежочек И вода постепенно туда проливается Если мы не хотим Чтобы она была Подвержена Постоянной снеготанию С нее снег можно Зимой убирать Но в данном случае Ничего не убирали Его сдувало Обратите внимание Снега вокруг много А вот здесь вот Чуть-чуть его осталось совсем Стоит это недорого Но зато вы сразу же Можете проводить Время загорода Так как хотите И так как вы задумаете При переезде в свой дом Поэтому делать веранду Всегда советую Настоятельно рекомендую Мы многие проекты Делаем просто с проемом Без веранды Да, потому что там Заказчик потом достроит Но многие не достраивают Поэтому если есть желание Лучше сразу сделать Это не бог есть Какие деньги Лучше от чего-то другого Отказаться Давай анонс Новостного канала Нового Где у нас уже По 2000 просмотров По 2000 просмотров Друзья Я стал человеком И стал нормально общаться Я снял пиджаки Ну практически снял И мы запустили Новый канал Он называется Soblev Live На нем мы делаем Обзор новостей Актуальных на рынке строительства И общаемся С нашими подписчиками Рассказываем прикольные истории И так далее И тому подобное Обязательно проходите Смотрите И подписывайтесь Там прям прикольная жизнь Предлагайте в комментариях Что обсудить Будем это обсуждать Такой легкий стрим В последнее время Обратил внимание По поводу Открывающихся створок Вот когда мы рассматриваем Многоквартирное строительство Когда мы рассматриваем квартиры Ну мы не говорим там Про 50 этаж В Москве Сити То есть мы говорим там Про 9 этажку в регионах То есть самое частое Что можно купить сейчас Там как правило Вот у нас есть окно И у него все створки открываются Почему так делают Для того чтобы их можно было удобно помыть И не вывалиться Сейчас правда уже мало кто моет окна сами Сейчас есть специально обученные люди У которых это хорошо получается Но тем не менее Вот мы например с вами находимся Сейчас в кухне гостиной И у нас здесь 3 окна И все 3 окна Имеют по открывающейся створки И я себе слабо представляю момент жизни Когда у нас все 3 створки будут открыты Либо я себе слабо представляю алгоритмы Когда мы будем постоянно какие-то створки открывать Будем пользоваться всеми тремя А открывающая створка Это солидное удорожание окна Я сейчас не призываю к тому Чтобы все вокруг там повально наделали себе глухарей Но объективно говоря Когда ты живешь в одноэтажном доме Вот этой вот большой потребности В большом количестве открывающих створок Его все-таки нет А мы тем временем движемся к гостиной Здесь у нас все стандартно То есть что должно находиться в гостиной Это 3 вещи Диван, телевизор и тумбочка Но на самом деле есть еще бонус Это елка в новогодний период Но сейчас у нас Новый год далеко позади Время думать про следующий Еще не наступило Поэтому диван, телевизор и тумбочка Таким образом диван, телевизор и тумбочка Все собственно говоря Телек здесь под него сделаны выводы И обратите внимание Выводы внизу никто не делал Потому что судя по всему В PlayStation здесь рубиться никто не собирается Поддерживаю полностью эту идею Что еще здесь интересного Мы при входе имеем выключатели по свету И рядышком у нас розеточка И это очень круто Когда при входе в помещение у нас есть розеточка Потому что есть большое количество новомодных пылесосов Есть роботы пылесоса аккумуляторные Есть пылесосы швабры аккумуляторные Но меня недавно спросили А какой пылесос лучше всех Потому что у меня есть моющий пылесос У меня есть пылесос швабра У меня есть робот пылесос У меня есть два робота пылесоса У меня вообще много всего есть И у меня есть желтый кондовый пылесос Dyson Я его покупал за 6000 рублей Это прям вот из совка Вот с этим С баком таким Хромированным И там внутри мешки Я говорю Это все очень круто Но самый лучший это пылесос Dyson Точнее немножко не так Вот ни один из этих по отдельности существовать В доме или в квартире не может То есть нам нужен Dyson А Dyson по отдельности может Почему? Мощность всасывания Беспроблемность И да он на проводе Но провода это стабильность Если мы говорим опять же Про проводные какие-то технологии У нас есть Ну предположим Съемочная аппаратура Или звуковая аппаратура И да сейчас это модность И в джоус мечтал Чтобы проводов не было Все по связи Если мы говорим Про какой-то переход В профессиональную среду Это всегда провода Это всегда кабели Это совершенно другой уровень связи Совершенно другая стабильность Поэтому вот эта вот розеточка На входе Даже если вы сверх себе Новомодный пылесос Dyson купите Вы все равно Ей будете пользоваться Вот что-то заряжать Всегда робот-пылесос Там поставить что-то Вот она всегда нужна Я пропагандирую ту историю Что есть вход в комнату Есть выключатель Под ним розеточка Здесь это много где сделано Это максимально удобно Это не очевидное решение Которое жизнь в доме Делает максимально комфортной Это прям наш стиль Когда мы не снимаем Фасадные решения Архитектуру Мы рассказываем действительно Про розеточку Но это важно Потому что фасад и фасад Как бы Ну вот розеточка Ууу А мы двигаемся далее И рядом с кухней У нас выполнено помещение Котельной Либо кладовой В данном случае Правильно сказать Кладовая Та зайду Там темновато Я темноты не боюсь Я уже взрослый У нас здесь выполнен Лаз в подпол Сейчас сюда наступать не буду Чтобы не провалиться В будущем Здесь будет смонтирован Лечок Здесь же у нас Распределительный Электрощит Коллектор теплого пола И здесь же у нас Гидроаккумулятор Вот все что можно было Сюда сместить По хорошему сместили Можно было еще Стиральную машину сюда Но здесь Откровенно говоря Чуть-чуть тесноватенько Вот Но в качестве Вот этой вот Бытовой комнаты Куда еще можно Пылесос поставить Швабры поставить Чтобы вот это все Не хранить В санузле Это абсолютно Великолепная история Да и многие женщины Многие девушки Хотят иметь Котельную Для того Чтобы там Какие-то запасы С кухни хранить Я конечно Не являюсь Этой историей Адептом Или сторонником Потому что Сейчас По моему мнению Мы больше и больше Едим не дома Мы все Не в смысле Моя семья А вот в среднем По стране Мне так кажется Я так чувствую Поэтому вот эта вот История с запасами На полгода Мне кажется Она себя изживает Но совсем недавно У нас был локдаун Когда все купили гречи Надеюсь Все кто ее купил Потом ее съели Вот Я вот часть выбросил Она просто вышла По сроку годности Что еще интересного Из нервных помещений Опять же Ты реально закупался гречкой? У меня есть Очень хорошая ачивка Я позвонил Ане Владимировне Она мне отложила Я не люблю стоять в очередях Очень не люблю стоять в очередях Те, кто меня хорошо знают Постоянно шутят на этом По этому поводу То есть Если я в очереди первой Я не буду в ней стоять Потому что это очередь Это не имеет значения к видео Тот же самый У нас выключатель света Он может быть туда-сюда Он может быть проходной И под ним розетка Мы в коридоре Это максимально удобно И, кстати, розетка в коридоре Это то, о чем забывают А она понадобится И мы двигаемся дальше Мы попадаем в санузел Чем у нас примечательный санузел? Ну, во-первых Тем, что здесь у нас радиатор Это противоречивый вопрос Почему? Потому что Первое У нас в санузле теплый пол Второе У нас в санузле Подводки горячей воды То есть что это? Это вот эта труба Которая у нас идет в стене И, да, она вот здесь Вот с теплоизолятором Но В то же время Она проходит в полу Там тоже теплоизолятор Но она выделяет тепло В санузел В то же время У нас еще выделен контур На окно Теплый пол у нас И под душевую кабину И у нас здесь еще будет Полотенчик водяной Который также будет Это помещение обогревать С одной стороны Радиатор здесь Это масло масляное Но с другой стороны Когда мы говорим Про запас прочности Он нужен Его всегда можно закрыть Термоголовка стоит Полторы тысячи рублей Прикручивается Закрывается Можно без нее Закрывать Но с ней поудобнее Тем не менее Он здесь есть Я поддерживаю это решение Если бы я строил Этот дом для себя Я бы здесь Радиатор не стал ставить Но опять же Это не значит Что для другого человека То, что у меня будет хорошо Будет хорошо так же Меня часто спрашивают Посмотри нашу планировку Дай нам советы И я вот с этим С умным лицом Вот эту одну бровь Вот поднимаю Смотрю Говорю Ну вот смотрите Это вот так Это эргономика Сюда Фундаментализм Мне люди говорят Спасибо До свидания Им очень важно Чтобы я поддержал Их идею Если я ее поддержал И они счастливые Очень А если я ее не поддержал Они говорят Ну это наша жизнь Ничего страшного Зачем меня просят Чтобы я посмотрел Не знаю В моей карьере Было два человека Которые делали все Что я говорю Доверились мне стопроцентно И это да Это не жена ребенка Это заказчики А все остальные Ну не знаю Зачем спрашивать Не спрашивайте меня Вы же сами уже Все решили себе Это ваша жизнь Вы лучше знаете Еще вы могли обратить внимание Что у нас здесь Какая штука Эта штука Это будущая Душевая кабина Либо душевая комната Но я бы предпочел Называть ее кабиной И да Здесь вы скажете Окно Почему-то появилось Что за прикол Смею предположить Что у нас Вот здесь вот будет стекло А здесь вот будет Большой трап Сливающийся туда И что еще прикольно У нас выполнены 110 вход У нас здесь 110 вход Зачем? Затем что Когда мы покупаем трап Он не всегда попадает В то что нам нужно Так мы имеем возможность Скорректироваться Его вынуть А отверстие у нас нормальное Не забетонирование Ничего не разбирать Поэтому в принципе Максимально правильно сделали Да, я всегда поддерживаю Когда у нас Не душевый поддон А когда поддон Сделан в стяжке Но я не поддерживаю Когда здесь нет порога Потому что Какой бы у вас Классный не был сход Какой бы классный не был трап Он рано или поздно Засорится Женскими волосами Либо мужскими Если вы Костите под Брэда Питта Если вы живете с Соболем А может я не с головы волосы Началось Рано или поздно Засорится И эта вода потечет И вы точно будете лениться Ее прочистить Поэтому я всегда говорю Сделать порожек Сделать порожек Там 2 сантиметра Лучше 5 Чтобы не было Вот этого момента Он обязательно наступит Да и даже Когда здесь все очень круто А вы открыли воду Как не в себя И это нормально Все равно Ну потихонечку Ну будет это И те новомодные решения Которые вот все уже поняли Что не надо Не надо этим заниматься У нас в доме Три спальни И здесь Одна Побольше И две поменьше Ну и собственно говоря Как это обычно бывает Побольше родителям Поменьше детям Это абсолютно нормально Вот например В новом А90 проекте Или например В новых проектах В новой линейке Мы старались Зонировать спальни Чтобы они были Отдельно От детских Там через какое-то Помещение Там через мастер Помещение Либо через санузел Либо через колдовую Котельную И так далее И тому подобное Старый проект А90 Он не отвечает Этому требованию То есть здесь Три комнаты Они вот Параллельны Но при этом Он пользуется популярностью Очень сильно И для нас Это большая загадка Ну вот почему-то Люди По разным причинам Они его выбирают Не выбирают Нового говорят Честно сделали Невозможно Возможно Просто невозможно Возможно Они еще его не видели В реальной жизни Не трогали Вот у нас один построенный Практически Шоу-ром Ёлка Мы его обязательно Снимем В скором времени Давить Давить Построенный он Тебя Вот Как еще Определить Что это спальня Очень просто Вот у нас есть Всегда Как определить Что это спальня Вот у нас есть Две Две разницы Два выхода Нередко Еще два выхода Подбра существует Но тема тоже Себя потихонечку Изживает И напротив телек Абсолютно классная тема Телек спальни Прям советую Всем И естественно Радиаторы Да То есть здесь у нас В доме есть И теплый пол И радиаторы И это правильно Потому что радиаторы Можно закрыть Теплый пол останется Это первое А второе Это разница В покрытиях пола Потому что В кухне-гостиной Вот недавно Совсем это подметил Сам для себя В кухне-гостиной Как правило Если у нас теплый пол Используют плитку Керамогранит Керамогранит Да Плитка в простонародье И у него Очень хорошая Теплопроводность Это первое Второе Он нормально Относится к нагреву Поэтому сделать 30 градусов Теплого пола Вот там Это окей И в то же время У нас есть спальня Где покрытие Будет Либо ламинат Чего я не рекомендую делать Либо Потому что нормальный ламинат Стоит 2,5 тысячи Сейчас Либо паркет Чего я рекомендую делать То есть за 4 тысячи Можете купить нормальный паркет Да это будет подороже Но это дерево Паркет можно нагревать Чуть-чуть Ну и ламинат Можно нагревать Но чуть-чуть Но вот 30 градусов Я бы не советовал Хоть там и пишут Что до 28 Можно Не совсем Теплопроводность Немножко похоже И потом начинается история Что у нас появляется В спальне еще шкаф У нас появляется кровать И под них мы не мотаем Теплый пол Зачем Зачем гореть матрасы Абсолютно незачем И это некомфортно для жизни И получается Его здесь меньше Первое Теплопроводность хуже И наваливать сюда Температуру регулировать Вы тоже не можете Потому что здесь Дерево Это натуральный материал Ну либо Вот это вот ПВХ Фигня Опилки с клеем В виде ламината И клеенкой Поэтому здесь радиатор И радиатор Это источник отопления Радиатор А теплый пол Это комфорт И я пропагандирую Этот образ мысли Люди смотрят На стоимость радиаторов Купить Повесить Сделать разводку И так далее И говорит Ну типа может нет Всегда говорю Да Обязательно да Вы их закройте Если что Если будет жарко Но обязательно да У нас в доме Из газобетона Должен быть Обязательно Армопояс Под опирание крыши Не пояс из кирпича А железобетонный пояс Который передает Нагрузку с крыши На стены Равномерно Он не держит дом Он не обвязывает дом Он передает Нагрузку с крыши Он должен быть Это технология И как это отличить Но обычно Армопоясом Заменяют перемычки И здесь вот Железобетонная Конструкция Вы ее здесь Не видите Но вроде как Потом начинается крыша Почему вы здесь Ее не видите Потому что Мы не стали брать У блоки То есть в которых Уже готовый пас Под армопояс Они стоят дорого Мы сделали У блоки Сами Мы их выпилили И склеили То есть они В данном случае Это перегородочная история Они имеют Функцию Несъемной опалубки В которую мы уже Положили бетон С арматурой Все это встало Естественно Это никуда не отвалится Там очень хорошая адгезия И вот таким образом У нас все сделано Великолепно С точки зрения Себиса Прошли тоже неплохо Есть конечно Нюансы С точки зрения Изготовления Вот это не сумма На опалубки Но оно вот 50 на 50 То есть если Мы находимся В высоком сезоне Где недостаток рабочих То мы лучше сделаем Полноценный Мы говорим Про газобетончиков Мы лучше сделаем Полноценный армопой С монолитчиками Чтобы не тратить Время каменчиков Если у нас Сезон Когда у нас Нет проблем с каменчиками Мы делаем таким образом То есть мы Стараемся Постраиваться каждый год Под ситуацию Друзья А на этом все Если видео было полезным Обязательно Поделитесь им И если вы не подписались На канал То я советую Это сделать Потому что вы не будете Пропускать свежие видео Цену на этот дом Я разглажить не буду Потому что сегодня Вот прям сегодня Мне занял человек Который говорит Я смотрел ваше видео В доме С отделкой И он стоит 10 миллионов А я ему говорю Это видео было снято Прошлым летом И сегодня он стоит 11 Собственно говоря Постоянно прилетает фидбэк И человек Не знает Что у нас В среднем Недвижимость на 10% В год Дорожает А это так и есть Поэтому извините Если вы хотите узнать цену Вот у нас есть ссылочка На сайт И залетайте Пожалуйста Вам актуальную цену Продажники В течение Пяти минут Посчитают Мы делаем все Для того Чтобы они работали Быстро И вообще У нас менеджеры Отдела продаж Прям солнышки Точно такие же Жаркие И красивые Какое светит сегодня И ласковые С вами был Соболев Всех обнял Поставал Пока-пока И увидимся На вашей стройке Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok